Здарова, другие подруги! Ну, хватит слушать буги-буги. Без промедления сей же час инженерией буду вас я развлекать. Давным-давно я обещал создать кино... Всё, хватит рифом огородить. Пришёл сынок, пора кормить. Так, извиняюсь за маленький обеденный перерывчик. Сынку покормил, теперь можно продолжить. Итак, чем мы займёмся? Мы займёмся тем, чем любят заниматься самые... Самые рукодельные рукодельцы, которые разбираются в электронике и хотят с нею ковыряться. В общем, будем делать мигалочку. Ну, если традиционная мигалочка делается обычно на светодиодах или на маленьких лампочках, то мою мигалку я буду делать конкретно по-взрослому. Ах, да! То, что я обещал в начале ролика и давным-давно обещал, это сделать самую простую и самую мощную мигалку. Вот проще, ребята, вы навряд ли найдёте и где-то увидите или вычитаете в журналах. Ну, давайте по порядку. То есть, чтобы сделать нам мигалочку, там... Опять стихи покатили. Ну, вы извините, ребята, извините. Вот. Что обычно используется? Ну, если светодиодная, то можно вообще сделать на микросхемах, на микроконтроллерах. Вот там четыре светодиодика будут перемаргиваться. Всё хорошо, удачно показали, проморгали и даже рассказали, что за микросхема, где её едят. Показали её дата-шит, нарисовали, от чего она питается там от батарейки, и как она моргается от той же самой батарейки. Ну, тут как бы получается, что и мозгов надо мало, чтобы такой модуль включить, да и в самой микросхеме мозгов мало, то есть, не так уж интересно. А охота же как бы самому творчеством заниматься. Ну, и творчество может быть двояких сортов. Или очень умное, или, ну, не сказать, чтобы очень тупое. Кстати, я считаю как раз наоборот. То есть, вот микроконтроллеры, процессоры и микросхемы – это всё-таки творчество такое, хотя и более осовремененное и выглядит очень крутым, но на самом деле куда более убогое. То есть, вот написали мы программку, засунули её в этот чип, запустили этот микроконтроллер, и он, промаргивая вот этими светодиодиками, сделал нам мигалку. Если мы хотим вот такую или такую вот уже готовую, по сути дела, мигалку запустить на мощные лампы, нам, конечно, придётся сгородить некоторый огород. И вот когда дело касается огородничества, особенно весной, там в апреле всё это хорошо делается, то вот огородничество, конечно же, упирается в наиболее мощные элементы. Что есть наиболее мощные элементы? Вот, скажем, даже вот такую 12-вольтовую лампочку от ёлочной гирлянды старинного типа, это лампочки накаливания, ни к Ардуино, ни к вот этому вот микроконтроллеру, ни при собаче. То есть, они загораться не будут. То есть, они посадят эту микросхему, сожгут её выходные порты и вводы. Вот, то же самое произойдёт и здесь. Это нехорошо. То есть, нужна какая-то промежуточная деталь, которая будет управляться с помощью умного, очень умного микроконтроллера или какой-нибудь микросхемы, и включать и выключать такие вот большие здоровенные лампы накаливания. Пусть это будут двигатели, насосы, всё что угодно. То есть, программа может управлять чем? Маленьким светодиодиком. А маленький светодиодик обязан включать что-нибудь мощное. Мощную нагрузку там на 3 кВт, на 80 мВт, как обычно пишут в роликах. И что тогда сюда подсоединять? Релей сюда как бы напрямую не подключишь. Нехорошо как-то, да? Хотя вот реле вообще шикарная штука. Конечно же, надо купить модуль, пойти в магазин или заказать его где-нибудь, который подключается именно к вот этим микроконтроллерам. Либо таким вот программируемым, либо уже за вас заранее запрограммированным. И взяли, подключили, сказали, вау, как я сам своими пальчиками всё это дело включил в розетку. Хорошо? Вроде бы хорошо, но не совсем. Почему не совсем? Ну, потому что, вот скажем, взяли мы вот этот вот модуль реле и пытаемся его припрограммить к этой вот Ардуине. Ну, это же реле. Это допотопщина. Ну, как можно сейчас, в 21 веке, пользоваться какими-то размыкаемыми и замыкаемыми контактами? Когда давно уже выпустили твердотельные реле, тиристоры, мощные транзисторы, высоковольтные, невысоковольтные. Что там? Добавь парочку деталей к этому транзистору или к этому резистору, и можно будет управлять с помощью какого-нибудь программного модуля мощным тиристором, который будет включать и выключать мощную нагрузку. Ну, пара деталей выглядит примерно вот так. А что там? Даже радиатор есть, разъёмы есть хорошие. Вот, взяли, к Ардуине это дело приделали. И один канал мигания у нас готов. Ну, и, соответственно, сколько у нас каналов, столько надо будет вот таких вот модулей. Хороший модуль, надёжный модуль, он именно вот частотой управляется. Тут есть очень редкие транзисторы, есть очень редкий тиристор, он на самом деле семистор, да. И мощная вот эта схема, она как бы пережила и переживёт даже вот эти Ардуины и будет использоваться. Но тоже как вот нехорошо, очень большая она такая, громоздкая. Всё-таки вот маленькая релюшка, она вроде как попроще, да. Но опять-таки, вот эта релюшка, сколько она коммутирует? Ну, 2 ампера, 250 вольт, то есть 500 ватт она может скоммутировать. А вот такая вот релюха может скоммутировать гораздо больше. Но ведь есть и транзисторы, можно то же самое и на транзисторах сделать. То есть отдельный модуль, который будет приделываться к программному модулю, который будет управлять уже нагрузкой. Вот тут-то и начинается весь изюм, который мы будем отделять от тараканов. Не стану рисовать, как грубо можно подключить вот эту вот Ардуину к вот этому реле или к вот этим транзисторам. Я это показывал, это не так интересно. То есть уберём мы этот умный программный модуль немножечко в сторонку, а вот такой вот маленький, допустим, возьмём и он будет управлять транзисторами. А нам что? Нельзя как бы на 2-3 транзисторах сделать так, чтобы вот эти лампы брали и переключались. Можно, да. Но правда транзисторы работают по постоянному току. Переменного тока транзисторы не очень любят. И чтобы переменный ток мощный был управляем, надо делать вот такое вот реле. Реле на семисторе, которое выглядит довольно грубо. Но при этом такую схему тоже можно упростить. И она будет управлять нагрузкой такой вот, как с помощью команды аппарата, но уже без всяких микроконтроллеров. Как я показывал это, называется мигалка красный октябрёнок. Кому интересно, может сообразить и посмотреть. То есть на двух тиристорах я сделал вот эти вот лампочки, ну конкретно вот эту и вот эту, так что они перемаривались. По сути дела мультивибратор. Такой же мультивибратор, который делается на двух транзисторах. Подчеркнём жирной красной чертой, что вот мультивибратор на двух транзисторах работает от постоянного тока. В розетку мы его не запустим, не засунем. То есть нам придётся делать какой-то преобразователь, блок питания, опять-таки тратить какую-нибудь кучку лишних деталей, чтобы эти транзисторы могли управлять этими лампочками. А это возможно, это не так сложно, это делается. И опять-таки я это уже показывал. Но опять, я говорю о очень простой схеме, которая, кстати, вон там маячит вот эта вот консервная банка, она как раз всему виной. Которая не потребует от нас вот больших знаний. Для чего нужны большие знания? Большие знания, глобальные знания инженерии, нужны для того, чтобы нам огород не городить с микроконтроллерами, для простых решений. Если у нас стоит задача, скажем, периодически включать-выключать вентилятор, периодически выключать там ёлочную гирлянду, можно не городить огород даже с реле. Хотя вот тут вот я немножечко лукавлю. То есть можно было сделать моргалку на теристорах, моргалку на транзисторах, моргалку на семисторах. Мы всё это уберём. Как видите, у меня постепенно со стола всё исчезает, и остаётся одно одиношенькое реле. Вроде бы на нём и надо было исполнить красивую мигалку. И я это сделал. И сделал так, что на меня обиделись. Почему обиделись? Ну, потому что на двух мигалках, на двух реле, я сделал полицейскую мигалку, которую почему-то никто не смог повторить. Ребята, повторите, покажите, что это просто. Если не знаете как, на моём канале есть этот ролик. Вот просто две лампочки перемаргиваются по два раза. Одна два раза, другая два раза. Ну, типичная полицейская мигалка. Ну, а теперь я обещал конкретную простоту. Убираем реле. Я не знаю, стоило ли вам показывать схемы включения реле, мигалок и прочего. Найдёте. На моём канале всё есть. Оставим три лампы, оставим провода и вот такую консервную банку. Именно с помощью консервной банки. Как там надо правильно говорить? Никогда не выкидывай консервную банку. Ты увидишь и обалдеешь. Сосед там обзавидуется. Такую самоделку ты никогда не видел. Да, ну вот примерно так я это уже прозвучал. А теперь давайте запустим, чтобы нам скучно не было. Вторая часть ролика. называется феноменально таинственный секрет обыкновенной жестяной банки из-под рыбы. Да, по-моему, это рыбная консерва, хотя я точно не помню. Ну и чтобы раскрывать тайные секреты, конечно же, вас надо немножечко озадачить какой-нибудь головоломкой. Кто из вас точно знает, как называются вот это и вот это лампочки? Это лампочки накаливания. Примерно одинаковой мощности, по 60 ватт каждая. Кто знает, как называется вот эта лампа и кто знает, как называется вот эта лампа? А тех самых умных, кто знает, как они называются, я бы хотел спросить о том, а каким светом они светят? Все. Я это вас спросил, озадачил. А теперь мы откроем эту великую тайну. То есть вы видели, что лампа переключается поочередно. Причем изменение комбинации проводов позволит делать это поочередное переключение не то чтобы хаотичным, но по программному принципу, то есть так же, как мы запрограммировали бы контроллер. Но что же находится здесь, под вот этой вот банкой? Какой секрет она скрывает? Ну что, вскрываемся. А никакой тайны нет. Если вы человек с руками, особенно с головой, вы легко можете применять обыкновенные вещи в необыкновенных применениях. Ну, точнее, нетрадиционное применение вот этого командоаппарата. Это команда аппарат, откуда он взят. Смотрите на экран. Совсем недавно с помощью этого командоаппарата стирались носки и трусы. Да, ребята, это всего лишь то самое реле времени или же реле управления стиральной машинкой, которое я использовал для того, чтобы просто вместо того, чтобы переключать мощность или обороты двигателя с реверсом, там без реверса, я просто переключаю эти лампочки. То есть под елкой можно было использовать точно такое же реле, которое имеет массу преимуществ. Обратите внимание, что вот здесь вот есть провода, два провода. Это контакты на замыкание и размыкание. Как только я поворачиваю вот эту ручку, эти контакты замыкаются. И через некоторое время, в зависимости от того, насколько сильно я эту ручку повернул, они разомкнутся. То есть достоинство этого реле по сравнению с обычным электронным, то, что оно обесточивает полностью и нагрузку, и всю цепь питания. А дальше идет вот такой вот интересный устройств, штучек из пластмассы, печатанный вовсе не на 3D принтере, а просто проштампованный. И несколько контактов. В данном случае всего лишь четыре. Вот четыре провода, по цветам они отличаются. И с помощью этих четырех проводов можно делать разные комбинации подключения мощной нагрузки. Почему я подчеркиваю, что именно мощные нагрузки? Вот эти вот контакты, вот так вот их, наверное, хорошо видно, сделаны из такого материала, чтобы работать долго, ну может быть не вечно, в стиральной машине. То есть эти контакты переключают индукционную нагрузку двигателей, а также тены. Вы знаете, насколько амперов могут быть тены в стиральной машинке. А значит, то, что я заявил, что с помощью вот такого вот маленького командоаппарата можно коммутировать, да все что угодно практически, по вашему желанию, это правда. То есть от даташита, как говорится, никуда не уйдешь. Ну а корпус, конечно, изготавливается из специальной жести, которую мы прокатываем в прокатном стане, потом руками обрезаем, выедаем отсюда сайру и накрываем наше изделие. Все, готовая самоделка для елки и семьи готова. Но это была шутка. Чтобы меня знающие знатоки не обвинили в том, что я не показываю никогда схему, ловите схему. Именно вот этой самоделки, а не какой другой. За кадром я широко облабаюсь и, конечно же, многим, наверное, стало непонятно. Та картиночка, которую я показал. Ну да, стиральная машинка и три лампочки. Но разве можно такое рисовать? Хорошо, ребята, рисую по контактам, так, чтобы было понятно даже лысому ежику. Ну все, надеюсь, теперь даже самые лысые ежики поняли, как это делается, как это устроено, как это можно использовать, где брать запчасти. И, конечно же, хорошего вам настроения, мира и добра. А на этом все, пока, до следующих встреч. Я еще что-нибудь замучу и упридумаю.